Участниц клуба «Активное долголетие», проживающих в 6-м микрорайоне, пригласили на встречу в библиотеку на улице Завидной. Здесь открылась фотовыставка сотрудника историко-культурного центра и краеведа Владимира Меньшова. Она посвящена истории и становлению города Видное. Это для того, чтобы пожилые люди не доходят до нашего места, до нашего сквера юности. А вот здесь мы можем показать то, что мы показываем в сквере юности. Это главная задача, чтобы познакомить новых жителей Видного с историей этого города, с его традициями, ну и с его планами на будущее. Собравшиеся с интересом слушали истории автора экспозиции о создании того или иного снимка и о людях, запечатленных на фотографиях. После знакомства с выставкой долголетие переместились в гостиную, где за чашкой чая к ним присоединились директор Видновских парков Моисей Шамаилов и представители руководства территориального отдела. Мероприятие состоялось во время декады пожилого человека и пришедшим на встречу вручили небольшие подарки. Простить внимание на наших бабушек, дедушек, на наших знакомых, на наших соседей. Все это для того, чтобы с благодарностью и почтением посмотреть на их заслуги, на их результаты. И, конечно же, хочется всем пожелать в первую очередь это здоровья и бодрости духа. Моисей Шамаилов рассказал о тех работах, что проводятся сейчас в лесопарке Дыдылдина. На настоящий момент практически завершена прокладка прогулочных дорожек, установлены скамейки для отдыха, продолжается монтаж освещения. Кроме того, в парке появятся детские и спортивные площадки. Ни одного лишнего дерева никто не тронул. Работа идет согласно утвержденного законом проекта Мособлэкспертизы и Комитет лесного хозяйства Московской области. Комитет ежедневно следит за работой, что мы там ничего не натворили, но мы и сами следим. Работы по благоустройству будут окончены к 15 ноября. И парк Дыдылдина станет еще одной городской точкой притяжения. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ. Продолжение следует...